Каждая тонна яблок, которые вы планируете получить в саду, это ориентировочно 4 тысячи рублей в химические средства защиты плодового сада. Яблонная плодожорка может тормозить свое развитие. Вот тут главная ошибка хозяйственных, что они заканчивают обработки в августе. 80% всех сил, которые вы вкладываете в борьбу с паршой, они должны быть сконцентрированы именно до периода 15 июня. Сложное положение сложилось в этом году в садах. И урожай, который мы, как всегда, ожидаем хороший, в этом году в количественном отношении может быть он относительно даже больше, чем в прошлом году. Но по качеству ожидается он будет гораздо хуже. Но тут надо понять, что конечный потребитель всегда настроен скорее не на количество, а на качество продукции. И вот здесь будут, возможно, какие-то определенные проблемы. В любом случае, даже тот объем, который мы получим в этом году в России продукции садоводства, он все равно обеспечит лучшим в случае на две трети потребности России. Во время цветения практически на всей территории Российской Федерации, это где-то май месяц, наблюдались пониженные температуры дожди. А это очень плохо влияет на завязанность плодов. И, кроме того, опыляемость пчелами тоже была на низком уровне, по той причине, что пчела – живой организм. И, кстати, для сведения, при температуре ниже плюс 14 градусов и даже при наличии сильной рассыпки пчела просто не вылетает и не опыляет. И вот как раз в мае была такая погода. Не везде, конечно, все это более-менее так мозаично, но это очень сильно повлияло на количество, скажем так, получаемой продукции садоводства. Ну, а качество – это второе, так сказать, основополагающее, можно сказать, такой, даже, я бы сказал, даже более важнее, чем количество показатель. По той причине, что качество в этом году тоже подкачало, опять же, из-за погодных условий. Дождливая погода благоприятствует развитию большинства болезней, в том числе вот парша, яблони, мучнистая роса, там, альтернария, их очень много, таких заболеваний. Сразу скажу, что в Российской Федерации зарегистрировано порядка 40 заболеваний, которые наносят существенный вред кладовым культурам. Да и, кроме этого, еще и вредители практически 60-70 видов, которые наносят в той или иной мере вред кладовым деревьям. Они тоже внесли свою, скажем, отрицательную лепту от снижения качества плодов. Вопрос очень, скажем так, неоднозначный, по той причине, что широко известные такие заболевания, как парша, яблони, мучнистая роса, они никуда не делись. И они в этом году, опять же, при таких погодных условиях нанесли очень существенный вред. То есть на них все равно приходится обращать внимание. Кстати, отмечу, что парша, яблоня – это тот объект, на котором базируется вся система защиты плодового сада. То есть это враг номер один. Из вредителей, сразу скажу, это яблонная плодожорка. Вот на основании, вот система формируется на основании борьбы именно с этими двумя объектами. А все остальное как бы уже прикладывается к этой системе защиты. Ну а если что-то сказать, появилось новое, оно действительно появилось. И скорее это не заболевания появились, они были как бы в тени до недавних пор. А вот последний год-два, вот в этом году уже проявилось сильно. Есть такие заболевания, как гнили сердцевины яблок. Есть такой семенной камеры яблони. И развивается оно именно в период цветения, при дождливой погоде происходит заражение, при низких температурах заражение. И только при уборке урожая мы начинаем разрезать яблоко и видим, что яблоко может быть снаружи очень красивое, крупное, даже привлекательное. Но когда разрезав его внутри, вы увидите плесень, даже гнили и сразу пропадает, наверное, аппетит употреблять такого яблока. Так вот в этом году эти заболевания уже начали в очень сильной степени проявляться. И это, возможно, будет даже большей проблемой, чем та же порша яблони. Это заболевание лечится? Да. И когда его лечить в таком случае? Вот. Вопрос интересен, потому что по той причине, что многие агрономы, хозяйственники точно, скажем так, не знают, как это бороться с этим заболеванием. По какой причине? Потому что очень своеобразный происходит процесс развития его. Заражение происходит во время цветения, спора патогенного гриба попадает на пестик, рыльца пестик, это цветка яблони, и прорастает и впадает в своеобразный литургический сон на определенное время, месяц, два, три, а то и может пройти полгода, прежде чем он не проснется и начнет развиваться дальше. Особенно это проявляется при хранении яблок, при нарушении, скажем так, технологии хранения яблок. И бывает так, что яблоко, когда в ноябре открывают склад, хранилище, хранение там, камеры, то и внутри вроде неплохо. Проходит неделя-две при открытой камере, это начинают опять резать яблоки, бац, появляется это заболевание. Хотя две недели назад вроде его не было видно. Это говорит о том, что заражение происходит во время цветения, а основной вред проявляется уже спустя определенное время. И здесь как раз возникают сложности. Все начинают думать, вот когда оно появилось, заболевание, тогда надо начинать работать. На самом деле надо работать тогда, когда его еще нет. А происходит опять же, повторю, это во время цветения. Ну, например, у нас есть препарат, который помогает это решить, проблему, Polar 50. Но скажу, что в России, пока он не получил широкое распространение применения его во время цветения, но за рубежом как-то настроены даже два-три раза во время цветения проводить обработки этим препаратом, чтобы избежать проявления вот этого опасного заболевания. Но в России он зарегистрирован. Он зарегистрирован, да, и мы уже в достаточных количествах его реализовываем. Но садоводы пока еще осторожно относятся к этому. По какой причине, во-первых? Ну, скажу, что все-таки цветение – это что? Это пчелы, да? А всегда осторожно относятся к обработкам, особенно пчеловоды. Это сейчас очень актуальная тема. И очень больная даже, она пытается даже ее решать на уровне Министерства сельского хозяйства и даже выше, потому что в жалоб поступает очень много пчеловодов. Они, скажем, отрицательно, резко отрицательно относятся ко всем обработкам, которые идут во время цветения. Но надо сказать, что именно наш препарат Полар-50 относится к биологическим средствам защиты. Во многих странах он зарегистрирован. Он является природным антибиотиком, аналогом. И во многих странах, опять же повторюсь, он даже применяется в органическом садоводстве. И при этом на пчел он вообще не действует. Но это фунгицид, а не инсектицид. Это фунгицид, да. У него срок ожидания всего три дня. Но на самом деле это минимальный срок. На самом деле его можно применять против вот как раз этих гнили сердцевидных яблок. И не только во время цветения, перед уборкой урожая тоже это. И он относится к малотоксичным веществам. Как для человека, как окружающей среды, так и для пчел. В определенные периоды развития яблони появляются свои болезни. То есть на начальном этапе это может быть те корневые, скажем, болезни. Потом по мере того, что растение плодоносит, растет в саду, это появляется. Враг номер один парша, она и до сих пор номер один. И остается, особенно в этом году, это получилось широкое опять же развитие. Также мучнистые, эльтернарии и тому подобное. Но надо сказать, что ничего сложного в этом нет. По той причине, что многие препараты, они имеют универсальный характер. То есть они могут одновременно защищать и от паршей, и от мучнистой росы. Ну, это, например, группа триозольных продуктов. Кстати, у нашей компании есть два препарата из этой группы зарегистрированной России. Домарк и Эпсилон. Они как раз, скажем так, универсальные солдаты и решают проблему. Как с паршей, так и с мучнистой росой. Их надо применять на протяжении всей вегетации? Ну, опять же скажу, что по мере развития, фаз развития яблони, каждый продукт имеет свое место. То есть здесь еще зависит от самого болезни. Вот, например, та же парша яблони. Сразу скажу, что до 15 июня на юге России 80% всех сил, которые вы, средства, вкладываете в борьбу с паршой, они должны быть сконцентрированы именно до периода, до 15 июня. Почему? Потому что есть две, скажем так, фазы развития парши. Есть парша с большой буквы, ее называют, это первичное заражение. А с коспорами осуществляется, и она продолжается именно до 15 июня. А есть канидеальная стадия парши, я ее считаю с маленькой буквой парши. Так вот, если мы решаем проблему борьбы с паршой с большой буквы, первичное заражение, которое осуществляется с помощью аскоспор, мы практически решаем проблему борьбы с малой. То есть до 15 июня все силы на борьбу с аскоспорами, которые, кстати, агрессивность, вирулентность у ней на порядок выше, чем у канидеального вот этой стадии развития парши. Если мы решили до 15 июня защитили яблоню, то дальше уже можно эти обработки сокращать в разы. Но, например, при такой погоде, которая сложилась в этом году, некоторые хозяйственники до 15 июня, начиная с апреля до 15 июня, работали каждые три дня. Фактически техника, опрыскиватели не останавливались. Идет дождь, вы уже должны в этот же день лучше всего, на следующий день, в крайнем случае, вы уже должны обработку провести. Потому что вот эти погодные условия, плюс агрессивность парши, не позволяло держать очень большой промежуток между обработкой. Если я повторю, хозяйство каждые три дня работает. И они защитили себя до 15 июня. И потому, например, как вот есть такое хозяйство в Ставропольском крае, как Труновские сады. Ну, скажем так, я там эксперт уже на протяжении нескольких лет, и систему эту контролируем, и агрономическая служба уже четко это поняла. И не надо их уговаривать. И что самое интересное, даже директор, там, хозяева, инвесторы, они уже это тоже поняли, что чтобы получить урожай, до 15 июня все силы бросают на борьбу с паршой. Их не надо уже ничего уговаривать. Что это дорого, там, это надо каждые три дня. То есть напряжение сил, средств, количество препаратов, стоимость эта в конечном итоге все-таки выливается. И получают хороший урожай. И сейчас там все под контролем. Но есть, я вот недавно был и в Краснодарском крае, в Ставропольских садах, и есть хозяйства, которые, скажем так, не соблюдают эту систему. И результат, скажем так, плачевный. То есть парша так повредила уже даже плоды, что они в лучшем случае получат урожай, там, на сок или еще куда-то там. Ну, то есть очень низкого качества. А, кстати, понимаете, что чем ниже качество, тем ниже цена. Это понятно. Есть яблоко, которое идет, скажем так, в падалицу, на соки, стоимо 14 рублей, да. А есть яблоко, которое при съеме уже стоит 100 рублей килограмм. Разницу почувствуйте. Это очень серьезно. И потому еще важно в защите сада понимание этого вопроса. Экономика и, скажем так, экономика, нет слова экономия, потому что экономия это может выйти боком. А как при минимальных затратах получить хорошее качество урожая. И вот здесь я вывел своеобразную формулу. Все это зависит от урожайности планируемой. Каждая тонна яблок, которые вы планируете получить в саду, это ориентировочно 4000 рублей химический средств защиты плодового сада. И вот понимаете, что если у вас висит в саду 20 тонн с гектара, допустим, вам достаточно будет 80 тысяч рублей на гектар средств защиты растений. А если у вас висит 50 тонн, то вы уже сколько вы? 200 тысяч рублей на гектар должны закладывать в бюджет вот этой системы защиты сада. И сразу же предваряю, может, ваш вопрос. Самое важное в защите сада, это, я считаю, ключевое, скажем так, слово, это система. Я еще всегда пишу во всех презентациях, в своих статьях, что система с большой буквы. Потому что отношение хозяйств, вот я посадил сад, нам что Бог даст, то и даст, то будет, яблоко не будет, ну чего это. Но все стремятся, конечно, получать урожай, при этом по минимуму вкладывать. Но это в саду дело не проходит, как я говорю, до 30 обработок за сезон. И потому, прежде чем начинать заниматься плодовым садом, ты уже должен в голове иметь ту самую систему защиты сада, которую ты будешь применять при его возделывании. И без системы просто-напросто садоводам не надо этим делом заниматься. Это будет просто потеря времени и денег. Сегодняшний день у нас заложено 50 гектар интенсивных садов, из которых 5 гектар сливы, это 2,5 кабардинская ранья и 2,5 стренлей. И остальное у нас 45 гектар, это яблоневые яблоки, семечковые яблоки. Значит, яблоки такие, как флорина, айдорет, редчиф, интерпрайз, семеренко, голден дилишес, корей, лигал. Ну, такие сорта выращиваем. В принципе, сорта, как бы красные, желтые, зеленые, которые особо пользуются спросом у населения. Вот парши у нас нет, вообще нет. В этом году, например, даже были большие дожди, но парши у нас не было. И мы обрабатываем раз в 12 дней без проблем. Парши здесь нет. А в чем секрет? Ну, я думаю, вот именно в этом. С самого начала была грамотно организована защита. Грамотно организована защита. И мы не упустили этот момент, не дали развиться парше. То есть она уходит в зимовку, ее практически здесь нет. И весной она просто нечем просыпаться. Я думаю, в этом. У нас есть здесь рядышком, ну, как рядышком, километров 10, наверное, еще один садовод местный наш. Вот у него проблемы с паршой есть. Потому что у него нет системы защиты грамотной. Он сам что-то там покупает, какие-то яды, что-то вносит, какие-то удобрения, я не знаю. Но у него очень сильно парша развита. Мучнистая роса у него есть. У него много болячек всяких. В старых садах у нас там была парша. Ее было очень много. И мы не знали, что с ней делать. Там не только парша, там много было всего. У нас были проблемы с защитой. Но после того, как мы их раскорчевали и новые посадили здесь, вот как бы справляемся пока. В этом году мы один раз сделали такую факультативную обработку. Между обработками. Вот по парше сделали одну факультативную. А так, в принципе, все ровно. Еще раз говорю, это все от профессионализма наших защитников. Вот в частности, в сумме агро, ребята. Их препаратами мы работаем. Такие, как Грануфлоат Аброн. И грамотно выстроена система защиты. И плюс, наверное, наше расположение. И количество осадков. Делают свое дело. Так что у нас как-то с этим пока все, слава Богу, хорошо было. Что такое система? Система – это комплекс мероприятий, расписанный по дням, неделям, месяцам, с единственной целью получить высокий урожай отличного качества. И вот, начиная с марта месяца и до уборки урожая, иногда даже до окончания листопада, в защите яблонного сада, именно вот, ну, получается, порядка девяти месяцев, все должно быть четко расписано. И надо понимать, что в апреле одна группа препаратов и удобрения, в мае это уже будет совсем другая, в июне другая, в июле и так далее, и так далее. То есть, вот такой определенный шлейф образуется, и надо сложить это все, пазлы эти, сложить в одну единственную систему. И в чем наша фирма, наверное, преуспела, хотя это не только наша фирма стремится, конечно, к этому конкуренты тоже не дремлют, в том, что мы можем обеспечить фактически наличие в ассортименте тех препаратов, которые будут расписаны, начиная с марта и до уборки урожая. То есть, у нас есть в наличии, в ассортименте, скажем так, в прайсе нашей компании и инсектициды, фунгициды, у нас есть полный набор удобрений, микроудобрений. Все это у нас есть, и мы можем это объединить прям по месяцам, все это расписано. Но сразу оговорюсь, что если какое-то хозяйство попытается применять систему защиты только данной фирмы, какой-то определенной фирмы, то это будут определенные очень большие риски, потому что не каждая компания поставщик средств защиты растения может, скажем, обеспечить полный вот этот шлейф продуктов, необходимых на протяжении длительного времени. И потому вся система должна быть строится на оптимальном, скажем так, выборе тех или иных продуктов многих фирм. Тогда можно обеспечить стопроцентную гарантию защиты плодового сада. Но наша компания к этому стремится, мы расширяем постоянно ассортимент. И, скажем так, на протяжении с марта месяца и до уборки урожая у нас мы можем предложить свои продукты. Многие надеются на чудо. Ну вот фирма сказала, у нас появился чудесный препарат. Все начинают как-то реагировать, чудо, чудо. Вот этим препаратом мы сейчас обработаем один раз, и все, мы проблем будем не знать. Я вам скажу очень кратко, чудо не существует. Любой препарат, даже если он широко известный, какой-то фирмы неизвестный, или, скажем так, широко распространенный, ему нужно найти свое место в этой самой системе. Потому что любой препарат, любое действующее, с содержанием действующее вещество, он имеет право существовать. Допустим, один, он хорошо сработает в апреле, но в мае он уже будет, скажем так, под вопросом. Не говоря там о других месяцах. А другой препарат, действующее вещество, она работает хорошо уже в мае месяц. В июне она, может, уже не так будет работать. И потому задача вот этого эксперта, скажем так, консультанта, агронома просто по защите плодового сада, агронома даже хозяйства, найти вот это оптимальное место каждого продукта, который зарегистрирован в Российской Федерации для применения в саду. И тогда будет все хорошо. Но, опять же, повторюсь, для этого надо, конечно, иметь определенный запас знаний, умения, опыта. И если этого опыта, скажем так, сомневайся, что у тебя есть в наличии все это, агронома, то обращайтесь к специалистам. Ну, я не буду, может быть, очень скромным, но скажу, что занимаясь уже этой проблемой, в защите растений я уже, честно признаюсь, сколько? 48 лет, наверное. То или иное отношение к этому делу. А в защите сада уже порядка 35 лет, только защита сада занимаюсь вопросами, то накоплен определенный опыт, и я могу как-то с уверенностью уже помочь хозяйствам в составлении этой системы, оказывать в течение всей вегетации какую-то посильную помощь в корректировке этой системы. Кстати, сразу скажу, что система защиты плодового сада, это не догма, хотя она и пишется заранее, в начале года, допустим, это. Но в течение всей вегетации она подлежит и необходимо ее корректировать. По той причине, что, опять же, из-за погодных условий, появления новых каких-то или вредителей в определенные фазы, она все равно придется ее корректировать. Она, честно вам скажу, порядка 30% она корректируется. Очень своеобразный, скажем, объект. Это, скажем так, объект, который эволюционирует параллельно, или, скажем, вместе с яблоней. То есть это, скажем, облегатный паразит, обязательно яблони. То есть они существуют уже, если, как вы понимаете, сколько там сотен тысяч лет, как яблони, как растения, то вместе с ней существует и яблонная плодожорка. И у них уже идет как бы параллельная эволюция. И они друг с другом, честно сказать, как-то даже и трудно представить себя это. Иначе, если мы будем защищать яблоню со стопроцентной эффективностью, то вид, как яблонная плодожорка, может исчезнуть. Но это маловероятно. И опять же, возвращаясь в начале, что добиться стопроцентного эффекта, это даже применяя самое, скажем так, чудо препараты, это невозможно. Природа, она все равно свое, какую-то определенную долю, процент, она все равно себе заберет. Так вот, яблонная плодожорка на протяжении вот стольких многих лет эволюционирована параллельно с яблони, уже и приноровилась к изменению погодным условиям. Низкие температуры, дожди, она тормозит свое развитие. То есть, вот как человек растет, там, то, например, младенчество, там, юноша, там, взрослый, там, старик и тому подобное. И у нас, в общем-то, этот срок идет более-менее, так, скажем, с определенной скоростью развития. То яблонная плодожорка может тормозить свое развитие. То есть, она может вылупиться из яйца, личиночка, потом наступили плохие погодные условия, она впадает в временную диапаузу, так называемую. Она тормозит свое растение, попадает в своеобразный сон и ждет хороших условий. Как только не наступает, она резко начинает, вернее, не начинает, продолжает развиваться и наверстывает свое упущенное в предыдущие неблагоприятные периоды жизни. Но в этом году яблонную плодожорку ожидалось, что она будет очень в большом количестве. Но вот эти погодные условия затормозили и создалась своеобразная эйфория, что, о, проблемы с яблонной плодожоркой нет. И мы вроде как проскочили. Но вот здесь я как раз хочу конечных потребителей, агрономов предупредить. Это временно. Как только сейчас погода установится, наступят высокие температуры, дожди закончатся, то яблонная плодожорка проснется и может резко нарастить свою численность и восстановить все то, что она сейчас немного потеряла в развитии своем. И потому нужно быть очень осторожным. Потому что сейчас второе поколение яблонной плодожорки, она, скажем, под контролем, слабо развитие. Но третье, четвертое поколение в конце июля, августе, а то и в сентябре, может о себе дать. И вот здесь главное еще, я считаю ошибка многих агрономов, что дождавшись уже, скажем так, конца сезона, это обычно в августе месяце, многие еще с тех советских времен обычно заканчивали обработки в августе. То есть опрыскиватели на, скажем, консервацию, все мы закончили, все мы ждем уборки урожая. Обычно это от окончания обработок химических и до уборки в советское время проходило тоже 2-3 недели, месяц могло быть это. И тогда были и условия другие, и технологии, может быть, другие, препараты другие. Как-то это не слишком было заметно. А сейчас, в современном эпоху, яблонная плодожорка уже имеет не два поколения, как в советское время, на юге растения, а три-четыре. Кроме этого, к яблонной плодожорке появились новые вредители. Еще в саду. Это та же двухполосая огневка, плодожорка, бегела ее, так называемая, которая может наносить вред даже не только в августе, в сентябре, а то и в октябре, то есть до окончания полной уборки. И вот тут главная ошибка хозяйственников, что они заканчивают обработки в августе. Все хорошо, все чудесно. Они заходят в сад. Яблоки не червивые, все под контролем. Но спустя месяц, когда они приходят в живый этот сад, когда нужно начинать уборку, все яблоки то ли на земле, то ли червивые, или еще что-то. И вот здесь просто-напросто надо посоветовать обработки, скажем так, продолжать до самой уборки урожая. По крайней мере, нужно жесткий контроль и вот это держать на контроле. С помощью тех же феромонных ловушек, ну вы знаете, такие домики специфические есть, такие в саду устанавливают. Но надо сказать, что тут возникает опасность, что? Продукция садоводца, она в чем, скажем так, основная особенность? Она непосредственно используется в пищу человеком. То есть вы сорвали яблоко, и вы готовы его тут же съесть. И вот тут возникает проблема, если мы продолжаем химические обработки до самой уборки, и вот здесь проблема, скажем, здоровья человека, остаточное количество продукции выходит на первое место. И что-то, да, делать. И обрабатывать вроде надо, чтобы сохранить урожай, и беспокоиться о здоровье человека, чтобы не отравить людей, особенно детей. Есть группа препаратов, мы их уже упоминали сегодня, это есть биопрепараты, но есть и химические продукты. Вот, например, в нашем ассортименте есть препарат от Аброн, например. У него срок ожидания 7 дней. Срок ожидания 7 дней, это говорит срок ожидания, что от последней обработки до начала уборки урожая. Никогда одной обработкой проблему яблоны плодожоркой, чем бы вы ни работали, не решить. Система борьбы с яблоной плодожоркой включает в себе как минимум 10-12, а то и 15 обработок за сезон, начиная с мая месяца, а то даже может быть и раньше, и заканчивая чуть ли не 1 октября. То есть это у нас чуть ли не 6 месяцев. 6 месяцев мы должны контролировать яблону плодожорку. Ни одна обработка, одна единственная, никогда не решит эту проблему. Тем более, учитывая ее, скажем так, потенциал размножения, количество поколений, то нужно очень серьезно к этому делу относиться. И без химии сейчас это пока невозможно. Яблоной плодожорки, усиницы, обязательно нужно проникнуть в семянную камеру и съесть определенное количество семян. Иначе оно просто-напросто не будет произвести потомство. Человечка уже нету. Он вышел, через этот ход он вышел. Это же как раз вот это отверстие, это выходное отверстие. Тут искать бесполезно. А входит он как? А входит она обычно так входит, она размер буквально меньше миллиметра личинки первого возраста. и она на поверхности находится не более суток. Вот за это время можно ее достать. Еще когда она ползает, ищет место. Обычно это происходит или в чашелистнике в районе. Вот даже видно, что она проникла через чашелистник. Вот она, входное. А выходное у них же может быть в другом месте. Или листиком накрытое яблоко. Она под этот листик. А вот как тогда получается так? Вот одно яблоко нашли мы, да? Больше нету. Почему именно в этом ей удалось проникнуть, а в других не удалось? Не попали яды или что? Да. Во-первых, 100% всегда обработки нету, эффективности любого ядохимиката. Какой бы он крутой ни был, 100% добиться невозможно. И, во-вторых, яблонная плодожорка, она имеет очень растянутый срок развития. То есть от откладки яиц до появления взрослого. И, то есть, воспроизводство у нее ежедневно идет. Она не просто вот сегодня отложила яйца, а потом следующие ждут поколения. А на следующий день появляются другие ее родственники, которые живут в других немножко условиях. Там развитие у них происходило. И он постоянно, она присутствует в саду. Надо сказать, что яблонную плодожорку мы немножко зациклились. Но есть еще такая интересная группа клещи растительноядные, которые мы, кстати, на них не обратили внимания. Но надо сказать, что это враг после яблонной плодожорки выходит на второе, там третье место. Это проблема очень актуальна, особенно на юге. Мы обращаем внимание на тех вредителей болезни, которые мы взошли в сад, мы увидели воочию. Мы их видим, и у нас возникает ассоциация, что это проблема, которую надо решать. Но есть еще группа очень таких мелких вредителей, которые наносят очень существенный вред. Это, например, растительноядные клещи. Плодом в саду это враг, и очень серьезный. Но, опять же, возвращаясь к погодным условиям, этот год немножко притормозил их развитие. Они под контролем, пока еще это. Но некоторые хозяйства уже дважды обрабатывали против клещей. И ожидается, что в июле, в августе при установлении хорошей погоды вместе с яблонной плодожоркой эта проблема выйдет наружу и будет очень серьезной. И необходимо будет еще приработать специфическими так называемыми окорицидами, специальными продуктами для борьбы с клещами. И надо сказать, что на примере нашей компании я могу тут, скажем так, без лишней скромности сказать, что мы, может, единственная компания, которая обладает тремя продуктами из этой группы. Это Ортус, Санмайт и Ниссаран. А что это говорит о том, что, ну, говорит, ну, трети продукта, которые работают против клещей. Но, что самое интересное, каждый имеет свою определенную особенность. Ну, например, Ниссаран у нас хорошо работает против клещей на стадии яйца. То есть, это его период хороший, апрель применения и начало развития, допустим, паутинных клещей это июль месяц. Санмайт у нас специалист по красным плодовым клещам, который развивается в основном в мае. Значит, период его применения, май будет наиболее актуален. А Ортус у нас специалист по паутинным клещам, которые развиваются в плодовом саду в июле, в августе. Соответственно, в июле, в августе он будет наиболее эффективный. И мы вот включаем все наши продукты в системе и хозяйственник очень будет в этом плане уверен, что на этой стадии развития клещей Ниссаран работает, на этой стадии Санмайт работает, а на этой стадии Ортус. И он может уже разложить все по полочкам и по месяцам, где какой препарат нам применять. В этом плане наша компания отличается, может быть, от других, потому что там нету такого набора, как вот у нас, специфических акарицидов. Органическая продукция это наше будущее, но сразу оговорюсь, вы знаете, что уже вступил уже три года, как действует закон об органическом земледелии, где четко сказано, что при возделывании органической продукции полностью запрещено применение всех химических средств защиты, и всех удобрений, имеется в виду азот фосфор, калия, плодом в саду. И, кроме того, этот запрет распространяется даже на предыдущие три года. То есть, сертификация плодовой продукции как органической может происходить только спустя три года при соблюдении всех условий. Ну, надо отметить, что в этом законе есть немножко так, скажем так, немножко поблажка в отношении неких продуктов, которые допускаются при применении в органическом том же садоводстве. Ну, это группа такая, как биопрепараты, биологические объекты, там, трихограммон, габробракон, там, наши помощники, скажем так, из мира насекомых. Кроме этого, допускается применение в определенных количествах при угрозе возникновения проблемы медных препаратов, препараты серы. Вот у нас, например, у нас зарегистрирован из медных препаратов препарат Blue Shield, из серных у нас препарат Flossul, вот заканчивается регистрация в плодовом саду. То есть, они допускаются в органическом садоводстве. Ну и самое важное, у нас есть препараты, вернее, скажем так, технология, которая относится к 100% биологическим средствам под общим названием Шиньецу. Что это такое? Это феромонная защита яблони от вредителей. В частности, от той же яблонной плодожорки, восточной плодожорки, сливовой и так далее. Это феромоны на службе человека, они, кстати, и в сельском хозяйстве. У нас наша компания вот эту технологию Шиньеца уже на протяжении многих лет применяет в садоводстве. И надо сказать, что без нашей этой технологии переход на органическое садоводство будет для садоводов, практика будет проблематична. Ну а если отвечать более конкретно на ваш вопрос, то без химии сейчас невозможно получить урожай, хорошего, урожай, хорошего, отличного качества. Ну по какой причине? Во-первых, даже все, что сейчас существует из биологических средств защиты растений, они же понимаете, это живое. Потому они из мира животных. И стопроцентной гарантии они никогда не дадут. Ну, например, в своей практике я, когда занимался своей диссертацией, в свое время, это было еще в лихие 90-е прошлого века, то максимальная эффективность той же трихограммы борьбы с яблодожоркой никогда не было выше 72%. Биопрепаратов там 75-80%. То есть, надо понимать, что определенную часть продукции нам нужно пожертвовать. надо сказать, что без удобрения, микроудобрения качество яблока невозможно уже сейчас получить. И по этой причине, что как любая уважающая себя компания, а это многие компании это уже поняли, надо сказать, что это, в общем-то, процесс пошел сравнительно недавно, где-то порядка лет 10 назад об этом уже начали задумываться. Последние 5 лет уже составляется определенная система, потому что в определенной фазе растений необходимому растению вот яблони той же самой тот или иной элемент. Ну, допустим, в апреле он нужен, в мае он уже не нужен. Он уже не будет усваиваться растением. И вот так по каждому микроэлементу. А микроэлементы это масса. Это и цинк, магния, кальций, марганец, молибден и так далее, титан, там даже селены, много чего еще. Это и порядка 30 микроэлементов, без которых невозможно выращивать плодовый сад. И каждый имеет определенную, скажем, фазу его применения, расписанную, скажем так, по месяцам. Март, апрель, май и так далее. До уборки урожая, то даже и после листопада это. И вот еще раз повторюсь, наша компания тоже встала на этот путь. И у нас есть уже определенная разработанная эта система подкормок. У нас на данный момент зарегистрировано 10 продуктов для применения в плодовом саду вот из этих микроэлементов. Но здесь этот список я не буду весь озвучивать, но только обращу внимание, есть у нас очень интересный и основной, скажем, продукт для садоводства это КАОС, кальций содержащий препарат. сразу оговорюсь, чтобы получить крупные те самые вот такие привлекательные вкусные яблоки, просто без кальция невозможно. Потому что кальций отвечает именно за крупность яблок, за их вкусовые качества и, скажем, еще и оберегает от такого опасного физиологического заболевания, как горькая ямчатость яблок. Вы, наверное, замечали, что крупные яблоки на рынке или еще в магазине покрыты такими впалыми такими коричневыми пятнами, которые при надкусывании горечь проявляют. Вот горькая ямчатость. Кальций как раз помогает, чтобы избежать вот этих неприятных веток. Еще раз повторюсь, крупное яблоко, красивое, хорошо окрашенное, без кальция невозможно. И в системе даже защиты подкормок плодового сада в современную эпоху уже порядка десяти обработок кальция содержащими препаратами необходимо проводить. Есть еще одна проблема, которая в последнее время стала посещать садоводов, особенно на юге России. Это проблема возвратных заморозков. Что это такое? Ну, то, что мы часто наблюдаем в январе, в декабре плюс 20 градусов, это не есть вроде как плохо, но и в то же время это не есть хорошо, потому что тогда сдвигаются вот эти риски низких температур на ранний весенний период. и вот когда яблоня просыпается, выходит из зимнего покоя, тут в апреле месяце, а то иногда и в мае возвращаются заморозки. Бывает, что и минус 8 было в некоторых регионах, предгорных, например, минус 2, но понимаете, что для яблони, находящейся уже в периоде начала цветения, бутонизации, розового бутона, то эти возвратные заморозки могут вызвать 100% повреждение цветков и, соответственно, не будет завязи, не будет плодов. Как эта проблема решается? Честно сказать, с природой бороться очень сложно и когда заморозки эти возвращаются, так называемые возвратные, то очень сложно с этим уже бороться. В советское время раньше что, предполагаемые заморозки размещалась солома по периметру внутри сада в междурядях поджигалась, как-то эту проблему пытались решать. Но в настоящее время это очень затратное мероприятие и она в общем-то сложно ее даже прогнозировать, но тем не менее сейчас появилась группа специальных продуктов, они так называемые антистрессанты называются и с помощью средств вот тут мы уже должны назвать своими именами химических средств. Можно этот процесс как-то снивелировать, то есть его последствия как-то свести к минимуму. Ну например есть у нас такой продукт как амалгерол эссенс. За три дня до предполагаемого заморозка вы знаете что метеостанции уже за три дня могут дать более-менее прогноз верны предполагаемых заморозков. обработке нашим препаратом амалгерол эссенс в растении образуются специфические вещества бетаин, глицин и пролин, которые как раз отвечают за изменение физиологии растений позволяющие избежать повреждений низких температур. И спустя семь дней после произошедшего заморозка повторная обработка практически сводит на нет все отрицательные последствия вот этих заморозков. Есть опыты проводились до 80% цветков попадавшие под заморозки порядка минус 2 градуса они все-таки в конце концов давали цветок и плоды. глицин 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 вообще-то даже видно что нагрузка очень хорошая система защиты обеспечивает сохранение этой нагрузки и спустя полтора месяца когда начнется уборка яблоки здесь будут более окрашенные более крупные и я думаю что хозяйство здесь получит значительный урожай я бы даже сказал бы порядка 30 тонн если не больше за гектар гостined она 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 9 Субтитры сделал DimaTorzok